Урок 20. Ускорение работы с помощью программы Direct Commander. Ну, наверное, еще начиная с 5-6 урока, вы не раз задавались мыслью, как бы ускорять себе работу, ведь делать все это вручную очень-очень долго. И вот в предыдущем уроке мы рассмотрели, как можно ускорять себе, упрощать работу с помощью программы Key Collector. В этой программе много замечательных свойств. Да, кстати говоря, здесь можно собирать из Direct прогнозируемый бюджет по каждой фразе, прогнозируемое число переходов, прогнозируемый CTR, показы, даже стоимость клика, если вам это интересно. Так вот, мы с вами накопали ради интереса по автобаферам 1200 ключей. Ключей очень много, и вот мы сейчас можем, да, из каждой группы копировать определенные фразы и ручками их вставлять, как и раньше, как прежде в интерфейсе Яндекс.Директ. То есть, редактировать каждую группу, там, создавать новую группу и ручками вставлять. А можно все это ускорить значительно, потому что у нас есть такая шикарная штучка, как программа Direct Commander. Это отличный, отличный софт, который позволит нам ускорить нашу работу. Вот он, софт от Яндекса. Сейчас мы его скачаем. Если у вас Mac, качаем отсюда, если Windows, скачаем отсюда. Запускаем. Вы можете, конечно, и старую версию скачать, оригинальную. Но, так как уже тестируют бета-версию, лучше сразу уже сработать в ней. Вот программа запустилась. Вводим свой логин и пароль от Яндекс.Директ. Здесь ничего не боимся, потому что это не key-коллектор. Здесь вас, как говорится, не забанит. Я скопировал свой логин и пароль. Ctrl-V. Вставляю. Запомнить, войти. И вот мы находимся в интерфейсе Direct Commander. Обратите внимание. Вот это интерфейс в браузере. Яндекс.Директ. Мы видим вот наши компании. И вот же мы видим их здесь, в этом интерфейсе. Direct Commander. Если мы нажмем на какую-нибудь компанию, то Direct Commander покажет нам, какие там есть группы. Но они еще, скажем так, не заполнены. Видите, мы не видим группы, объявления, фразы, ретаргетинг, интерес. То есть мы ничего не видим. Для того, чтобы все это видеть, нужно нажать получить. И выбираем все данные. Идет получение. Обновляются данные. И сейчас здесь мы увидим. Вот, мы увидели, какие группы у нас здесь есть. А вот тут мы видим такой красный значок, который всегда означает, что что-то не так. Потому что здесь у нас, вот, мы создавали новую группу объявлений. И не добавили в них никакие объявления. Мы можем зажать Shift. Нажать кнопочку вниз, выделить их оба. И правый клик мышки, и можем вообще взять их и удалить, например. Они удалились, как видите. Красненький значок исчез и заменился на зелененький. То есть, что означает, что все в порядке. Дальше, обратите внимание, если мы кликнем сюда, левый клик мышки, нажмем Ctrl-A, выделится все группы здесь. Жмем правый клик. Видим, что мы можем проделать различные действия с этими группами. Как видите, из-за того, что мы нажали на эти группы, видите, у нас стали активными все остальные элементы этих групп. То есть, объявления и так далее. Фразы. Обратите внимание, если выделены все группы, то нам покажутся все объявления и фразы по ним. Если же мы выделим только одну группу, то, соответственно, и объявления нам покажутся только по данной группе, на которую мы левым кликом кликнули, и фразы по ней соответствуют. Обратите внимание, если нажать на каждую фразу по отдельности, то здесь мы можем выставлять различные ставки, как пожелаем. Допустим, поменяли ставку там на поиски и ставку в сетях. И нажмем «Сохранить». Видите, появился зеленый значочек. А можем кликнуть левым кликом, Ctrl-A, выделить все фразы по данному объявлению в данной группе, и сразу назначить массово ставку, допустим, на поиски и в сетях. И эта ставка проставится для всех фраз. Точно таким же образом можно вообще назначить ставки за один клик всем группам и объявлениям данной рекламной кампании. Так, а теперь немного о том, по каким принципам работает Директ Коммандер. В интерфейсе Яндекс.Директ вот здесь есть вот такая штучка интересная. Раздел XLS, XLSX. Что он означает? Означает он то, что все компании Яндекс.Директ, они создаются и представлены в табличном массиве, то есть в виде таблиц Excel. И мы можем как выгрузить любую рекламную компанию из нашего аккаунта, так и загрузить ее в табличном режиме. Допустим, вот у нас программа здесь по умолчанию это RSI без оптимизации. Но на самом деле, эта компания, она сочетает в себе и поиск, и RSI в качестве эксперимента. Вот. И вот мы можем ее выгрузить. Нажмем выгрузить. И вот эта компания вгружается. Причем, ну, мы можем сами его обозвать, как хотим. Например, RSI, там, баферы, не знаю, восьмое, января. Сохранить. И если мы кликнем по этому документу и откроем его, то вот мы увидим вот такой документ, в котором, обратите внимание, контактная информация. Это наша визитка, которую мы заполнили. В регионах наши выбранные регионы, слова и значения полей. Ну и самое главное, вся информация, вся суть рекламной кампании находится в текстах, где мы видим, что тип объявлений, текстово-графическое, ID группы, название группы, межвитковые проставки для пружин, автобафферы, купить и так далее, номер группы, фразы, заголовки, тексты, длина заголовок и текстов, ссылки, регион, ставка, абсолютно все, включая быстрые ссылки и название, описание быстрых ссылок и сами ссылки, то есть мы видим, куда они ведут со всеми UTM-метками, и изображение, потому что все изображения закачиваются на сервера Яндекс.Директа и соответственно на них просто ведут ссылочки. Вот наша рекламная компания, коротенькая, по данному аккаунту. А здесь у нас есть такая опция, как импорт. Обратите внимание, экспорт, импорт. Если мы нажмем импорт, то мы сможем закачать сюда Excel файл любой рекламной компании, который вы скачали, сами из какого-то аккаунта, либо с вами поделился кто-то, может вам вообще кто-то из другой страны прислал свою рекламную компанию, вы можете ее закачать. Вот эта компания, кликаем. Мы можем, обратите внимание, импортировать выбранную компанию, то есть вот в это вот, импортировать в исходную с перезаписью, а можем создать новую. Допустим, мы хотим создать новую. Видите, он сразу показывает, что он прочитал этот Excel файл и готов с ним работать. Есть ссылки на изображения. Если они являются новыми, они будут загружены из интернета. Продолжить или пропустить? Продолжить. Идет импорт данных. Создана новая рекламная компания. 1. Импортировать изображение 2. И вот у нас, как видите, появилась новая компания. Она по умолчанию называется новая компания. Далее, мы можем с этим шаблоном работать как хотим. К примеру, ну давайте ее для начала обзовем, так как нам нужно. Двойной клик. и пишем, допустим, бафферы. Допустим, бафферы RCA. Enter. Вот видите, она переименовалась. Обратите внимание, если мы зайдем в группы, в объявления и нажмем на какие-то конкретные фразы, то мы увидим с вами, что все ставки здесь уже проставились и они активны. И сразу обращу ваше внимание, что бы мы тут не делали, это все происходит только в программе. Если же мы закончили здесь создавать или редактировать какую-либо рекламную компанию, то мы можем отправить ее в Яндекс.Директ отсюда на сервер. То есть мы жмем кнопочку «Уже не получить», когда мы скачиваем все данные компании из Директа в программу, а наоборот жмем «Отправить». То есть выделили, например, эту компанию, жмем «Отправить». И если мы в ней что-то отредактировали только в параметрах, отправим только параметры компании. Если мы редактировали ссылки, добавляли новое объявление, фраза «Жмем все данные» и компания уходит в Яндекс.Директ и уже через минуту она там и она ушла снова на модерацию. Можем отправить сразу несколько рекламных компаний, если мы, к примеру, «Контрл А» жмем, выделяем все рекламные компании. И если мы во все компании внесли какие-то изменения, может быть, UTM-метки мы везде поменяли, то уже жмем «Отправить» и все эти компании улетают на сервер. А теперь, в чем прикол? Ну, обратите внимание, вот мы скачали с вами рекламную кампанию, да, и мы вместо того, чтобы долго работать в интерфейсе Яндекс.Директ, когда мы там вручную все редактируем, правим онлайн по-живому, мы вынуждены долго ждать, когда Яндекс.Директ проработает наш запрос, ну, вы видели, он там виснет по нескольку секунд, когда мы делаем то или иное действие. В Excel же ничего не виснет. То есть, мы захотели, например, добавить сюда какие-то дополнительные объявления, например, вообще там создать новую группу объявлений. Вот мы взяли так вот, выделили, например, хоба, Ctrl-C, выдели всю строку, Ctrl-V, вставили. Все делается мгновенно. Вот, создали там новую группу объявлений, например. Вот, а эти группы удаляем. Не знаю, там, автобаферы гео там обозвали. А эти фразы тоже удаляем, потому что это уже будет другая фраза. И тут, допустим, я не знаю, там наша фраза автобаферы в Воронеж. А эти объявления тоже удаляем. Ну, и вот здесь меняем заголовки, например, автобаферы в Воронеже. Ну, там, поменяли тексты, да? Причем, обратите внимание, сюда уже вставлена формула, которая подсчитывает максимальную длину заголовка, чтобы она вас не превысила 33 символа. Вот, это, если мы перестарались и написали что-то очень-очень-очень-очень длинные, да? Вот. Вам покажут, то, что число символов стало, например, по 39, а вам разрешено 33. Так что, стараемся не выходить за эти значения. Вот. Ну, и тут поменяли ссылки, например, если это ваша рекламная компания, и вы добавили сюда новую группу объявлений, новое объявление, там, заточенные под названием городов, там, гео. Ну, вот, там, изменили себе UTM-метку, добавили гео. Вот, бла-бла-бла. Если это RCA, и хотите, чтобы картинки тут не оказалось, если хотите, чтобы она была старая, оставляем как есть, если хотим поменять, ну, здесь вот это вот можно удалить и добавить уже потом из интерфейса Яндекс.Директа. И здесь, так как Excel не виснет, в отличие от Яндекс.Директа в браузере, вы можете быстро-быстро надобавлять себе очень много новых объявлений и все это загрузить уже через инструмент загрузка из Excel. Также можно здесь, да, создавать много различных групп объявлений, объявлений и сохранить этот Excel и закачать его в сервер сервер в Яндекс.Директ, чтобы компания вышла на модерацию. Но лично я предпочитаю работать сразу. Я вообще зачастую просто сижу в интерфейсе KeyCollector, копирую нужные мне ключи прямо сразу в интерфейс Директ командера и таким образом задача еще больше ускоряется. В данном случае, ну, вот, например, мы экспортировали уже ключи, которые мы собрали в KeyCollector по автобаферам и мы можем пользоваться любой компанией как шаблоном, даже если эта компания вообще была не на баферы, а на, не знаю, там, на какие-нибудь часы или трусы и просто массово редактировать тексты быстро наполнить эту рекламную кампанию под нужный нам оффер. Ну, допустим, мы взяли вот одну из компаний вот мы ее сюда загрузили во-первых, для начала мы можем быстро отредактировать параметры. Давайте эту кампанию, которая была настроена сразу на поиск и на RCE, давайте, допустим, сделаем ее чисто на поиск. Что мы делаем? Когда мы жмем на саму компанию, справа всплывают ее параметры. Вот мы видим тут минус фразы, временной таргетинг, все настройки, регион показов, допустим, Россия, да, мы можем отредактировать, допустим, поставим здесь не только Россию, а Украину, или убрать какой-то регион, как видите здесь, то есть поддерживается весь интерфейс, ну, допустим, мы убрали там парочку областей, жмем применить. Как видите, программа работает тоже не очень-очень быстро, она тоже иногда подвисает, подтормаживает, в зависимости от того, что вы делаете. вот, мы внесли изменения в параметры и теперь у нас, видите, вот, добавились еще отминусов регионы. Далее. И вот то, что нам нужно, стратегия. Зайдем сюда. Как видите, тут всплывает промоинтерфейс самого Яндекс.Директа. И вот мы хотим, чтобы компания была только на поиске. Жмем сюда и жмем применить. Дальше пролистываем параметры. Вот видите, у нас теперь написано сети, показы отключены. Дополнительные нерелевантные фразы, расход 5% можем отключить, если нам это не нужно. Ключевые цели здесь пока не проставлены. Если захотим, можем расставить любую галочку, которая нас интересует. Допустим, оставлю не учитывать автоматически установленное объявление. нажмем сохранить. То есть первое, что мы сделали, ну, мы поправили регионы и изменили эту кампанию таким образом, чтобы объявления показывались только на поиске. Ну, соответственно, давайте применуем. Двойной клик левой мышкой, левой кнопкой мышки, пардюн. так, теперь это кампания на поиске, а у нас в метках ведь написано в метках объявлений то, что там RCA, допустим, мы выделили обе этих группы объявлений. Ctrl-A, жмем объявления, чтобы увидеть объявления этих выделенных групп. Вот они объявления, и если мы сейчас вот так вот прокрутим, вот этот вот ползунок передвинем, вот мы видим ссылка, окошечко ссылки. Если мы сюда кликнем, двойным кликом, то мы можем отредактировать здесь ссылку и домен и так далее. Вот мы видим, что тут написано Яндекс.Сети, то есть это реклама была в большей степени заточена под сети. Идентификатор тут у нее есть, мегабаффер, RCA превосходов. Опять же, RCA указывает то, что это сети. Вот, метки тут всякие идут. Видите, то есть мы просто наводим даже мышку на ссылку и нам показывается, что там в ссылке зашито. ну, во-первых, у нас есть здесь такая интересная штука, называется она заменить. Мы ведь не будем вручную перебивать все тексты объявлений, представим себе, что у нас в рекламной кампании сотни тысяч объявлений, нам нужно все быстрого массово заменить. соответственно мы жмем Ctrl A, то есть мы выделили все объявления и жмем заменить. И сейчас, как видите, мы можем любой символ, которые здесь указаны галочками, любое сочетание символов заменить на то, что нам нужно. И вот мы видели, что там написано, например, сети, а мы хотим, чтобы это был поиск. Ну и для себя, как вам удобно, как у вас принято, пишите, можете написать поиск, а можете написать search по-английски, ну, как вам больше нравится. И таким образом жмем заменить все. Во всех объявлениях вашей группы, в выделенных группах объявлений все ссылки будут изменены. Как видите, сейчас, когда мы наводим, мы видим то, что у нас в метке utm-source написано Яндекс.Серч, то есть заменилось. Так, ну и нужно нам заменить еще и остальные элементы. Вот я в данном случае по одной из ссылок сделаю двойной клик, жму Ctrl-C, чтобы скопировать все эти символы, ведь они повторяются во всех объявлениях. Теперь снова жму Ctrl-A, чтобы выделить все объявления. Тут их всего два, но их могло быть и 222 или несколько тысяч. Снова жму заменить. Так, ну и во-первых, я помню, что у меня тут написано RSI, RSI, точно так же могу заменить их на Search или там написать поиск и нажать заменить все. Заменилось, жму снова заменить. Теперь копирую вот всю ссылку, которую я вставил. Я хочу избавиться вот от этих длинных меток. после тега Keyword, потому что это все метки Roystat, а допустим они мне здесь не нужны. Соответственно, вот, после бьет тега Keyword я зажимаю Shift и жму клавишу вправо, чтобы выделить все эти метки Roystat. вот они все выделились. Жму Ctrl X вырезать. Теперь жму Ctrl A Del вот у меня строка сейчас очистится. Жму Ctrl V вставить. То есть у меня здесь сейчас полностью скопированы метки Roystat. И в графе заменить на я удаляю все символы, то есть чтобы метки Roystat заменились на нулевое значение. Жму заменить все. И как видите сейчас я навожу сюда мышку и мы видим то, что ссылка укоротилась. Все метки Roystat действительно пропали. Теперь у нас здесь только стандартный набор UTM меток. Источник, Medium, компания, контент и Keyword ключевое слово. Так, а теперь допустим я хочу вот эти вот ключи которые накопал в KeyCollector я хочу создать по ним новой рекламной кампании и создать по ним группу объявлений. Как я это могу сделать? Ну вот например я возвращаюсь снова в группы. Я ведь хочу новую группу создать, верно? И вот я в интерфейсе групп и здесь видите я могу добавить группу и с нуля ее наполнять, но мне это неинтересно потому что у меня во всех группах допустим у меня будет на 70% все совпадать. Мне нравится что у меня определенные быстрые ссылки мне нравятся мои метки мне все устраивает. То есть мне нужно заменить лишь некоторые элементы как правило заголовки ключевые слова и метки. Таким образом я сейчас просто возьму выделю одну группу объявлений вот она выделилась а дальше я жму просто Ctrl-C копировать и Ctrl-V вставить и фактически я просто тупо дублирую вот эту группу объявлений полностью. Видите идет копирование данных и вот эта группа объявлений дублирована как видите она подсвечена зеленым то есть она полностью находится в боеготовности и вот сейчас мы ее отредактируем допустим я хочу вот сделать группу по подбору автобаферов я прям так вот скопирую Ctrl-C нажму двойной клик Ctrl-V вставить вот теперь эта группа называется подбор автобаферов далее для своего удобства я могу расширить отображаемую область экрана вот видите появляется при наведении вот такая штука вот я сюда так подтяну подтормаживает конечно но я терпеливый человек я жду вот вот так вот она у меня растянулась на весь экран все остальные поля я точно так же могу визуально подсократить чтобы они мне не мешались если я не собираюсь их заполнять вот так вот я подтягиваю ну тут это не критично конечно ладно иду об объявлении и вот здесь я могу себе заменить уже заголовки но у нас по общему смыслу смотрите тут ключи подбор автобаферов подбор по авто подбор по автомобилю автобафера подобрать ну соответственно я могу здесь изменить текст так как мне нужно например подбор автобаферов под автобафер как видите командр сразу мне показывает сколько символов у меня осталось чтобы я не вылез за ограничение в 33 символа заголовок 2 могу тут написать например любые модели далее текст и здесь в тексте объявлений пишу любые размеры автобаферов под легковые авто доставка далее то есть я справил заголовок второй заголовок текст здесь далее могу отредактировать ссылку допустим вот я жму левый клик и перед меткой в метке контент я себе например помечу то что ну это компания там по межметковым там проставкам бафером и прям помечу здесь что это подбор таким образом когда в метрике или в сером системе или в сквозной аналитике я увижу объявление в ссылке в ссылке которого будет мягкий подбор я сразу же пойму что да это объявление из группы по подбору автобаферов то есть где все ключи связаны с подбором автобаферов вот то есть я поменял метку контента все мне этого достаточно менять метку компании мне допустим здесь не обязательно потому что для меня это будет та же самая компания но так как это поиск ну допустим вот я оставляю старый идентификатор мегабафер поиск превосходов могу еще сюда подборить то что это новая компания 2020 года належащая тире 0.1 то есть январь жму Enter все то есть теперь у меня здесь уникальная ссылка для этой группы компаний и вот с ней все в порядке это поражаемая ссылка тут написано проставки ну а я напишу например а подпор баферов например дальше жму кнопочку влево и как видите у нас тут написано черновик состояние черновик модерации черновик то есть эта группа объявлений еще не уходила на модерацию уточнение все оставляя как есть они меня устраивают то есть самое главное для меня здесь это метки ссылки тексты заголовок и так то есть я в этой группе объявлений создал одно объявление соответственно здесь дальше смотрите как работа упрощается я копирую это объявление ctrl c жму ctrl v таким образом у меня получается в этой группе объявлений второе объявление которое идентично первому но сейчас я здесь например сделаю другой текст и тоже чуть-чуть изменю метку например делаю двойной клик по тексту любой размер автобафер пишу например там подберите автобаферы под свой автомобиль есть все размеры может быть на это объявление люди больше будут кликать будет выше сети арт не дешевле клик ну и опять же в ссылке заменяю UTM метку здесь каждый ставит метки какие хочет для меня достаточно необязательно наизусть разбираться в своей компании но можно конечно метки ставить в зависимости от текста например я могу здесь написать межбафер все размеры потому что словосочетание все размеры есть в тексте объявления а могу просто не усложнять себе жизнь и поставить цифру 2 когда я буду анализировать эту рекламную кампанию я открою статистику Янекс.Директа и увижу что это было за объявление конкретное вот и мне этого будет достаточно нажму Enter то есть вы обратили внимание я просто поменял текст объявления и поменял метку просто поставил там двоечку ну и сейчас я сделаю третье объявление и соответственно опять же Ctrl-C Ctrl-V и снова там поменяю немножко текст и здесь поставлю в метке контент уже троечку и так далее так могу нафигачить то есть 10-15 объявлений ну вот здесь вот такую фразу я сделаю стабахи рух снова редактирую метку троечку поставил так ну допустим я на этом успокоился допустим мне хватает трех этих объявлений а теперь нужно разобраться с фразами то есть вот я выделил все эти объявления перехожу в фразы и вот у меня тут остались старые фразы от предыдущей компании я жму Ctrl-A правая кнопка мышки удалить все нет у меня теперь тут фраз жму добавить фразы ну и берем их отсюда Ctrl-C Ctrl-V добавить и вот обратите внимание все фразы добавились но тут помечено красненьким почему потому что ставки их нету ставка должна быть до 30 копеек подсказывает команда снова левый клик на любое из этих объявлений Ctrl-A выделил все и ставку ну я минимальную ставку поставлю для поиска 3 рубля ну минимальная ставка конечно не 3 рубля да она может быть 30 копеек но я поставлю себе 3 рубля все ставки применились и здесь все подсвечено зелененьким и так что я получил у меня теперь есть новая группа объявлений в которой есть новые уникальные объявления и для них новые фразы которые я в них добавил таким же способом я могу продолжать создавать здесь новые группы объявлений точно так же дублируя их из предыдущей и просто заменяя там тексты заголовки и UTM метки и заменяя ключевые фразы то есть потом перешел к этой группе скопировал ключи создал группу автобаферы под любые модели авто и после того как я закончу наполнять эту рекламную кампанию группами с объявлениями и фразами то я могу просто перейти в меню кампании и отправить эту кампанию на Яндекс.Директ и она улетит на модерацию если я этого захочу А теперь самая важная штука если вам нужно сделать срочно внести какие-то небольшие изменения в вашу рекламную кампанию то вы можете пользоваться директ командером но как вы заметили он тоже имеет свойство подвисать и когда вы делаете те или иные действия то вам приходится ждать опять же несколько секунд конечно это поменьше чем в интерфейсе браузера Яндекс.Директ но все равно здесь побыстрее и здесь с помощью автозамены вы можете быстро как говорится там дублировать править копировать и так далее но если же вам нужно срочно сделать гигантскую рекламную кампанию на несколько десятков тысяч ключей то самое лучшее это конечно же работать в экселе поэтому предлагаю еще раз вернуться к тому файлику который мы выгрузили из Яндекс.Директ и прошу вас обратить внимание что вы можете вообще скачать шаблон такого файла из Яндекс.Директ из раздела выгрузка вот так вот выглядит этот шаблон вот видите здесь все как бы пустое но если вам уже как бы четко вы знаете что вам нужен определенный регион и определенный оффер то вот в данном случае давайте воспользуемся снова вот этой нашей рекламной кампанией как болванкой и таким шаблоном от которого мы сможем быстро построить рекламную кампанию вот мы его открыли первым делом что нужно для того чтобы с нуля загрузить представьте себе что вы вообще хотите в новый аккаунт загрузить рекламную кампанию либо свой старый аккаунт но абсолютно новую рекламную кампанию в данном случае вы чистите все ID то есть ID группы ID фразы и ID объявления все остальное на данном этапе можете оставить без изменений и так сразу хочу обратить ваше внимание что вот в эту ячейку вы можете записывать минус слова как угодно то есть пробел минус слова то есть там грубо говоря можем сразу сюда понабивать слов либо скопировать их списком и в этой ячейке будут все наши минус слова либо можете позднее добавить их либо через интерфейс директ командора либо через либо просто тупо уже зайти в Яндекс.Директ в параметры кампании и там минус слова вставить копипастом целый столбец минус слов хоть тысячу штук сразу но это не критично тем не менее такая возможность есть то есть уже на этапе таблицы зафигачить сюда много-много минус слов далее вот у нас название нашей группы обратите внимание мы ID снесли но номера остались эти номера как раз и разделяют наши группы если мы к примеру вот здесь вот проставим единички то это будет означать что все объявления попадут в эту группу а если мы хотим добавить сюда какую-то новую группу вот так вот мы тянем вот и мы можем увеличивать допустим мы хотим добавить несколько ну допустим пять объявлений в новую группу третью в общем как мы будем работать чтобы было быстро берем вот так вот выделили всю строку Ctrl-C скопировать выделили допустим сколько нам нужно допустим пять штук в зависимости от того сколько у нас фраз допустим тут будет пять ключей меняем здесь ставим троечку это у нас будет третья группа объявлений для удобства для своего удобства я всегда вообще стараюсь помечать цветами мне так удобнее ориентироваться я сразу вижу где у меня какая группа ну чтобы случайно не запутаться ну и вот допустим это будет группа объявлений на ну допустим вот вернемся опять же в подбор у нас тут шесть ключевых фраз вот они фразы наши просто жму Ctrl-V вставить вот они вставились я там скопировал сюда вставил далее ну то что тут пропадает вот эти вот стили да выделенные жирные рамки это вообще не обращайте внимания для директа директ командора нет никакой разницы какие у вас тут цвета какие у вас тут блин шрифты есть ли у вас рамочки у ячейка или нет это все не важно итак это группа подборов табайферов вот мы берем и копируем сюда подбор или сразу выделили все так вот Ctrl-V вставили это группа подборов табайферов вот ее номер третий вот ее ключевые фразы и соответственно меняем заголовки то есть пишем например там подбор автоба серов по модели авто например и следим вот видите да изменилась длина если будет больше это ай-яй-яй ну и вот все мы скопипастили у нас тут везде одинаковый заголовок здесь у нас подзаголовок мы можем его барьировать если хотите не знаю тут написали например там жми здесь там пишем подобрать на ваше усмотрение доставка все модели и так далее текст ну тексты все везде можем варьировать то есть как угодно там ла-ла-ла там все модели авто любые размеры подберите на сайте любые модели авто там есть все размеры все размеры автобаферов подберите под свое авто и так далее то есть вот тут мы все это наварьируем все вот эти вот допустим у нас тексты разные следим да все в норме дошли до ссылок вот мы жмем на ячейку и видим здесь нашу ссылку здесь точно так же мы сможем теперь уже быстро с помощью кнопки на сочетание клавиш control f поменять все что нам нужно вот например выделили рс я хотим чтобы это был поиск жмем control f и меняем рс я на поиск жмем заменить все оба все заменилось точно так же сети заменили на поиск заменить все далее что еще мы тут хотим заменить а ну вот у нас метки ройстатуи да вот мы так выделили быстренько я зажал shift и веду вправо control c скопировал сюда и заменяем на пустоту заменить все вот теперь как видите вот наша ссылка приобрела короткий вид ну и точно так же мы тут можем заменить все как угодно например хотим избавиться от этого хвостика control c заменить все как видите теперь у нас метка контент стала другой то есть она заменилась везде ну и вот например здесь у нас это у нас группа объявлений подбор и вот мы сразу здесь возьмем например и напишем так что это на желтковой проставке баферы под бор да форматирую по умолчанию чтобы она была не кликабельная чтобы где-то не писало и вот так я выделил все теперь у нас в этой группе объявлений так вот забыл сейчас выделили вставили так так снова возвращаемся к ссылкам так у нас теперь ссылка везде одинаково вида ну а так как мы хотим по разной фразе видеть индивидуальные метки ну а вот мы например здесь пишем так тут у нас подбор да во второй пишем подбор 2 здесь пишем подбор 3 пишем подбор 4 и так далее и так вот у нас теперь везде разные UTM метки так еще раз выделили форматирование по умолчанию как видите вот я жму вниз 3 4 5 все у нас теперь тут везде разные UTM метки отображаемая ссылка что у нас подбор автобаферов ну напишем подбор размеров ctrl-c скопировали ctrl-v вставили все в этой группе объявлений везде одинаковая отображаемая ссылка регион нас устраивает и все ссылки ставки можем тут сразу поменять ну допустим поставим не знаю на поиске 5 рублей поставим 3 рубля скопировали и видите все сразу везде поменялось то есть работать тут можно в Excel очень-очень быстро ничего не виснет все замечательно все просто прекрасно теперь таким же макаром мы можем создавать новую группу объявлений снова идем в наши скаченные ключи и можем настроить рекламу на следующий другие то есть смотрим сколько тут у нас так заканчивается на 12 первая строчка это подзаголовок значит 11 ключей так вставляем даже нет сначала мы делаем себе копируем и вот тянем и сразу же пока у нас все выделено меняем цвет чтобы не путаться вот это будет наша следующая группа четвертая ctrl-c выделили ctrl-v вставили вот мы понимаем вот я колесиком зажимаю ctrl-v и колесиком мышки уменьшаем масштаб для того чтобы мне проще было ориентироваться и все видеть итак это у нас будет группа автобаферы размеры по моделям авто то есть модели но я так эту группу и обзову вот модели автобаферов ctrl-c выделю ctrl-v так вот у нас группа моделей автобаферов номер 4 дальше теперь фразы вот мы берем эти фразы ctrl-c копирую ctrl-v вставляю вот вставилось это у нас вообще получились лишние строки так далее и опять точно так же мы можем поменять заголовок ну то есть что у нас тут подпор размеры по моделям по модели авто можем тут так написать например все размеры автобаферов вот такой у нас будет заголовок вот такой подзаголовок на любые модели авто таким образом таким образом у нас в заголовке подзаголовки учитываются ключевые слова которые входят в поисковые запросы размеры автобафера модели то есть наше объявление релевантно и мы соответственно можем претендовать на хороший CTR низкий клик и так далее вот и вот мы это сделали да изменили и опять скопировали выделили эти ячейки Ctrl V вставили вот все здесь тексты можем варьировать опять же как и в предыдущем в предыдущей группе варьировать для того чтобы потом в аналитике определить какой же текст окажется самым интересным и кликабельным тот текст который принесет нам максимум конверсий и опять точно так же меняем ссылочку то есть у нас тут модели да соответственно а теперь обратите внимание слово подбор мы мы теперь можем заменить но если мы сделаем автозамену то у нас и в этой группе объявлений тоже все метки подбор заменятся например на слово модели как этого избежать очень просто смотрите я вот эту группу объявлений выделил временно вырезал а теперь я жму Ctrl F и пишу подбор заменить на модели заменить все теперь у нас здесь все изменилось и причем обратите внимание а теперь мы возвращаем эту группу объявлений вот то что я вырезал мы вернули и здесь уже если мы посмотрим как видите слово подбор сохранилось а здесь оно заменилось на модели а тут ничего не потерялось так а вот единственное что я конечно немножечко замешкался я хотел чтобы тут у меня сохранилась та же самая нумерация как здесь вот это вот смотрите подбор 1 2 3 4 5 6 чтобы тут это все заново с нуля не вбивать ну да ладно учтем это в следующей группе объявлений здесь нам пока придется все проставить заново я думаю вы теперь уже догадываетесь то что можно для каждой следующей группы объявлений просто копировать ссылки заменять в них всего лишь одну метку автозамены и таким образом значительно упрощать себе работу вот так мы это делаем вот я все это заменил форматирую и вот смотрим все номерочки проставились так ссылки заменили собственно все готово ну здесь тоже можем отображаем ссылку заменить то есть как угодно не знаю как как нам удобно здесь все остается без изменений потому что если нас устраивают наши быстрые ссылки и дополнения которые мы ранее ввели то и по барабану не умеется если у вас есть желание вы можете назначать быстрые ссылки и дополнения индивидуально для каждой отдельной группы объявлений если это как уверенно принесет вам больше скажем так интересной кликабельности на глазах юзеров далее идем следующую группу объявлений создаем маркетплейсы видим вот тут у нас так тоже 11 ключевиков очень удобно берем а вот тут мы запомнили у нас тоже 11 как раз ключевиков берем вот мы скопировали Ctrl V вставили цвет сразу поменяли но теперь вот то что мы забыли сделать в первый раз в предыдущий раз мы теперь берем копируем сюда вот эти вот ссылки а они же у нас тут и остались так скопировали и вот видите тут у нас все идет уже по номеркам нам нужно просто заменить вот эту вот штуку вот эту вот метку модели это у нас уже группа маркетплейсы берем копируем ключи так вот наши фразы Ctrl V вставили и не забываем обзывать группу так вот мы обозвали маркетплейсы Ctrl V так вот пятая группа маркетплейсы вот ее ключи тексты мы допустим поправили а теперь чтобы изменить ссылочки да чтобы слово модели заменить на маркетплейсы но при этом чтобы метка модели не потерялась в предыдущей группе объявлений мы ее временно вырезали теперь здесь мы берем и слово модели в метке заменяем на маркетплейс там для себя вот так вот написали заменить все все заменилось прекрасно да возвращаемся обратно Ctrl V и вот мы вернули и как видите вот уже пять групп мы наколотили у нас разные везде индивидуальные метки разные тексты разные ключи видите как быстро все идет гораздо быстрее чем в браузере в интерфейсе Яндекс.Директ и гораздо быстрее даже чем в Директ.Командере так ну и далее обратите еще внимание какой интересный момент мы не заостряли на нем внимание на первых уроках когда я объяснял вам как быстро создать простенькую рекламную кампанию Яндекс.Директ обратите внимание у нас есть разные группы объявлений и там разные ключевые слова их всех объединяет одно то что в них повторяется слово автобаферы но стоит учесть такой момент если вы хотите чтобы в вашей аналитике все эти группы скажем так не путались по ключевым словам ну представьте себя допустим по этому ключевому слову например модели автобаферов допустим автобафера подбор по автомобилям а здесь будет автобаферы там размер автобаферов по моделям то есть может произойти так что показ в одной группе объявлений произойдет по ключевой фразе из другой группы объявлений в том случае если здесь какая-то фраза наберет например больший CTR больший показатель качества будет в объявлении чтобы такого не было чтобы ваша группа в аналитике не путались вам нужно сделать так чтобы группы не пересекались для этого отлистаем самый конец для этого нам нужно сделать кросс минусацию групп вот видите столбец АК минус фразу на группу и здесь мы можем вести свои собственные фразы давайте просмотрим какая логика у нас здесь должна быть и смотрим у нас в первой группе объявлений есть слова межвидковые проставки пружины во второй группе объявлений тоже есть слово пружины но нету слов проставки а также есть слова оригинальные и уритановые чтобы все эти группы не пересекались вот идем снова АК столбец и вот здесь в минус фразах на группу соответственно если мы не хотим чтобы эта группа показывалась со всеми словами которые содержат слова модели мы вот так вот будем сейчас через минус все это вбивать модели пробел минус что там размеры название маркетплейсов там youtube market aliexpress озон озон и так далее вот соответственно в этой ячейке мы это вбили ctrl-c ctrl-v копируем то есть соответственно в этой группе никогда объявления не покажутся по запросам которые содержат вот эти слова из других групп берем вторую группу и здесь мы можем вбить то же самое но при этом еще и добавить слово проставки потому что в этой группе объявлений нету проставки неживитковые enter сейчас я выделю это другим цветом чтобы было нам проще вот и вспоминаем логику видите тут есть слова бафферы бафферы да а также слова оригинальные и уритановые давайте тоже запомним эти словечки снова вернемся ок и уритановые сюда еще добавим оригинальные и британовые ctrl-c ctrl-v вот далее это у нас группа связана со словом подбор возвращаемся сюда так а тут мы внесли слово подбор нет вот соответственно подбор добавили сюда это слово сюда тоже добавили здесь на слово подбор нет тоже его сюда добавили скопировали вставили все так а сюда нам что вставить а сюда мы можем вставить все например да что из этой группы но здесь нам нужно удалить слово подбор ведь в этой группе объявлений у нас есть ключевые слова подбор вот встава бафер подобрать подбор подбор то есть грубо говоря в этой группе объявлений у нас слово подбор нужно исключить так control c control v вот так вот мы добрались до четвертой нашей синенькой группы группы модели соответственно сюда мы можем скопировать все объемы все вот эти вот минус слова объявлений здесь нам нужно теперь исключить слово модели а все остальное оставить объявлений берем вот теперь добрались до этой группы объявлений тут у нас показывается реклама по ключам на различные маркетплейсы маркетплейсы соответственно здесь этих минус фраз быть не должно так подбор проставки межвитковые значит здесь мы исключаем вот эти вот минус слова а все остальное остается размеры проставки межвитковые подбор и что еще когда модели подобрать и так далее и так вот мы выполнили кросс-минусацию между этими группами то есть таким образом еще раз повторяю ни одна из этих групп никогда не покажется по тому объявлению которое содержит некоторые определенные слова из другой группы таким образом проглядывая аналитику можем сказать да первая группа работает лучше чем вторая потому что у них абсолютно разные ключевые фразы и эти фразы не пересекаются и они друг с другом не конкурируют также обратите внимание у нас тут есть еще такой заголовок как цена то есть на тот случай если мы хотим показываться в тех трафаретах где реклама нашего товара покажется с ценой мы можем сразу указать цену ну и там написать например там бла-бла-бла там 745 рублей допустим то есть все вот эти вот вещи можно сделать в экселе достаточно быстро когда мы совсем вот этим разобрались мы понимаем то что мы можем шлепать 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 такие группы очень-очень быстро нам нужно добавить 200 ключей то есть группу на 200 ключей да пожалуйста ctrl-c ctrl-v вставили заменили название группы номер группы ключи заголовки тексты ссылки с метками готово ну и кросс-минусацию поставили вот после этого представим себе что вот мы наколотили допустим большую группу объявлений у нас тут уже не знаю там 100 групп объявлений на 10 тысяч ключей вот мы сохраняем и теперь мы можем ее залить в директ командор кнопочка импорт вот тут мы делали нашу компанию загружаем жмем создать новую компанию продолжить ну если мы работаем для RSE то жмем продолжить а если нам не нужно все это жмем пропустить вот наша компания закачалась редактируем название двойным кликом так и как видите с ней все в порядке она уже полностью готова как говорится к употреблению также еще перед отправкой компании в яндекс директ советую оптимизировать фразы то есть вот мы заходим переходим сразу во вкладку фразы для чего это нужно сделать мы только что с вами рассматривали что такое кросс минусация групп объявлений когда мы делали так чтобы группы друг с другом не пересекались и наверняка вы обращали что в яндекс директе каждой каждой фразе добавляется определенные определенные минус слова вот я имею имею вот это у нас есть слово автобаферы но как видите к нему яндекс директ автоматически добавил минус слова для чего для того чтобы фразы не конкурировали друг с другом ведь каждая фраза которую вы в яндекс директ продвигаете и показываете по ней объявления вы создаете по ней конкуренцию соответственно если вы запустите несколько однообразных допустим групп объявлений с различными словами с похожими словами они так или иначе будут конкурировать и вот допустим эта фраза не должна конкурировать с этой поэтому здесь есть минус слово пружин и в этой группе объявлений то есть она не конкурирует с фразой оригинальный автобафер потому что к ней добавлено слово оригинальный и уретановые бафера с ней она тоже не конкурирует потому что к ней добавлено слово полиуретановый а также другие популярные слова то есть пружина цена и так далее здесь указано слово цена потому что ранее в этой группе была фраза автобафера цена так вот мы можем сами заранее выполнить вот такую оптимизацию фраз в директ командоре как видите вот сейчас выделены все фразы в данной в данной кампании и мы можем нажать вот эту кнопку и нажать оптимизировать фразы здесь мы видим три варианта кросс-минусовка и склейка дублей склейка дублей кросс-минусовка что это значит я вам рекомендую пользоваться только кросс-минусовкой потому что склейка дублей нужна в том случае если у вас в группе есть несколько низкочастотников и у них такая низкая частота что ваша группа вся приобрела статус мало показов или допустим многие фразы из вашей группы имеют статус мало показов и они у вас все эти фразы грубо говоря однообразные и отличаются друг от друга буквально лишь там одним двумя словами в этом случае вы можете нажать склейку дублей либо выбрать кросс-минусовка склейка дублей и яндекс директ директ командер он отсеет все фразы ну грубо говоря если у вас есть фраз например там по не знаю там по тур на кипр или кипр тур то в конечном итоге после склейки у вас останется фраза допустим там тур на кипр а оставшиеся фразы у которых будет статус мало показов и они грубо говоря будут отсеяны удалены вот а если вы выберете вот эту опцию то произойдет не только склейка дублей но и при этом все различные минус-слова этих фраз которые будут склеены все их минус-слова будут объединены и привязаны допустим к той фразе которая получилась в данном случае мы пользуемся просто кросс-минусовкой жмем выполнить вот как видите ничего не удалено так как мы ничего не склеиваем так как это Ну и вот, как видите, наши фразы приобрели минус-слова. Разумеется, не все. То есть, в некоторых случаях командор посчитал, что минус-слова не обязательны. На самом-то деле, можно было в каждой фразе подобрать минус-слова. Например, сюда можно было бы поставить слово «авто». И так далее. Ну, если вы считаете нужным, вы можете сюда самостоятельно добить все варианты, которые считаете нужным. Но это будет некритично. Я даже больше скажу. Если вы не будете вообще ставить минус-слова для фразы, разумеется, экономика вашей рекламной компании будет такова, что вы будете чуть-чуть переплачивать. Но не фантастическим образом, так скажем. Точно так же и как выполнять кросс-минусацию групп, это не обязательно. И ставить минус-слова на каждую фразу не обязательно. То есть, ничего страшного не произойдет. Яндекс с каждым годом становится все умнее. И чаще всего в каждой группе объявлений будут показываться те фразы, которые этой группе соответствуют. Ну, может быть, процентов на 10, на 15 или на 5 процентов вы будете переплачивать. Но это будет, скажем так, не так критично. Если же для вас каждая копейка на счету, прям каждая копейка на счету, каждый рубль, то советую заморачиваться и с минус-словами на фразы, и с кросс-минусацией групп. В этом случае у вас все будет и корректно, и аналитика будет более корректной, и вы будете какие-то определенные финансовые средства каждую неделю экономить за счет того, что ваши фразы не будут так сильно конкурировать сами с собой. В каких случаях можно перенебречь кросс-минусацией, например, по фразам? Ну, только в том случае, если вы, например, запустили рекламную кампанию на такие базисы, ну, грубо говоря, вы работаете с высокочастотником, например, и они кардинально друг от друга отличаются. Например, одна группа объявлений на запрос автобаферы купить, другая группа объявлений на, не знаю, там, автобаферы для пружин, третья группа автобаферов – межритковые проставки. Если все ключевые фразы в каждой группе очень сильно друг от друга отличаются, то вы немного потеряете на отсутствие кросс-минусации. Если же вы работаете с большим количеством похожих фраз, то есть из серии, например, автобаферы, автобаферы купить, автобаферы купить в размер, автобаферы купить в Москве и так далее, то нужно делать обязательно кросс-минусацию для того, чтобы сами фразы друг с другом не конкурировали. Во-вторых, чтобы вы не переплачивали, например, если пользователь ввел запрос «автобаферы купить в магазине недорого», а у вас в вашей группе объявлений всего лишь только один ключ, например, базис «автобаферы купить». Система Янекс.Директ каждый раз будет делать так, чтобы ваше объявление показывалось по самому высокочастотному ключу, который чаще всего стоит очень дорого. То есть вы будете переплачивать за низкочастотные запросы больше, чем могли бы. Ну и с кросс-минусацией групп точно так же, если вы вдруг работаете с точными ключами, закавыченными, и в этом случае никогда объявление из одной группы объявлений не покажется по ключу и со второй, то в этом плане точно так же можете пренебречь кросс-минусацией. Но если вы работаете без кавычек, по широкому соответствию, то советую использовать минус-слова для ваших групп. Итак, компанию мы загрузили. Соответственно, у нас тут все готово. Мы выбрали себе сразу же поиск ставки. У нас все по умолчанию уже стояло здесь, вот в этом документе. Соответственно, сейчас мы можем просто взять и отправить эту компанию на сервер. Теперь нажмем «Отправить» все данные. И обратите внимание, мы можем отправить черновики, и компания останется у вас в интерфейсе с Янекс.Директ в виде черновика, и вам нужно будет самостоятельно отправить его на модерацию. Либо сразу можем нажать кнопочку «Отправить на модерацию», и компания уйдет к модератору. Ну вот мы для начала нажмем «Отправить черновики». Вот, видим, что процесс пошел. Шаг первый. Все, компания ушла. И сейчас, если мы перейдем во вкладку «Мои компании», вуаля, вот мы видим наш черновик, который мы только что загачали. То есть буквально несколько секунд прошло, и все, компания уже на сервере. Вы можете здесь зайти в «Параметры», также что-нибудь подредактировать. Вот мы зашли в нашу рекламную кампанию, и видим, да, вот наши заголовки, тексты, вот ключи, которые мы добавили. Если мы видим, что все корректно, и все нас устраивает, то жмем «Отправить на модерацию», и компания улетает на модерацию. На этом все. Урок закончен. Всего доброго.